Турнир проходил три дня по круговой системе в каждой из возрастных групп. Всего таких групп было три. 2001-2002 года рождения, 2003-2004 и 2005-2006. Участвовали все четыре школы города. Ребята боролись с азартом, не уступающим взрослым профессионалам. Активно атаковали, грамотно работали в обороне, боролись за мяч и переживали за каждый забитый гол. Но фортуна дама, как известно, капризная и победитель может быть только один. Во всех трех возрастных группах не было равных ребятам из второй школы. Они одержали победу практически во всех матчах с большим перевесом. А вот ребятам из третьей школы повезло чуть меньше. Два вторых места в группах 2001-2002 годов рождения и 2003-2004. К сожалению, в группе 2005-2006 из третьей школы команды выставлено не было. Зато в этой группе второе место досталось школе номер 4. Им же удалось занять третье место среди команд 2003-2004 годов рождения. В остальных группах на третью ступеньку пьедестала попали ребята из первой школы. В основном, как раз во многих школах участвуют во многих фидах. Это вот игровых, потом легкая атлетика. В основном это не те же дети, которые активно занимаются. Это и семьи идет, естественно, многие. Поэтому, действительно, вы, как сказать, энтузиасты. Бывает так, что после участия в турнире по мини-футболу ребята решают пойти заниматься этим видом спорта в секцию. Организаторы стараются проводить их ежемесячно. Собственно, не важно, что вас больше привлекает – футбол, баскетбол или любой другой вид спорта. Главное, чтобы вы вели здоровый образ жизни и не забывали поддерживать в себе любовь к физической культуре. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!